Субтитры делал DimaTorzok Что у тебя в ноябре, прошедшем месяце, был день рождения Пожалуйста, выходи сюда под аплодисменты всей церкви Церковь, да, выходи, не стесняйся Давайте церковь именинников Да, вот, да, аллилуйя И сейчас, знаете, именинники сейчас выходят А я поймал взгляд Александра Веймера Он у него такой озабоченный, потому что он за шоколадки отвечает И он считает, хватит или не хватит Ну, слава Богу, у нас пятерочка внизу есть, если что, сбегаем Так что, вот наши герои Давайте церковь поаплодируем им И у нас по традиции мы делаем жизнь сладкой Вот вам шоколадка от нас, от всей церкви Мы вас поздравляем с днем рождения И желаем вам сладкой жизни, сладкой жизни Церковь вам достанется, не переживайте, все будет хорошо У нас все хватает Церковь давайте трижды крикнем Поздравляем! 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 Аминь! А теперь протяните руки, мы помолимся за них Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за каждого человека в этой церкви Особенно за тех, у кого был день рождения И мы благословляем каждого из них И мы молимся о том, чтобы ты благословил их своими благословениями Небесными, неземными, Господь Чтоб они ощутили твою любовь, твое присутствие в их жизни Твое благоденствие в каждом дне во имя Иисуса Христа Подари им, Господи, подарки от тебя небесные Потому что они самые лучшие И огради их жизнь, Господи, чтобы никакое зло, никакая беда Не приблизилась к ним бы, Господь Во имя Иисуса Христа молились мы тебе Аминь! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Проходите, пожалуйста Вот как Вот как-то повеселение немножко стало Слава Богу О, видите, я без работы не останусь Если выгоните из пасторов, пойду народ веселить Праздники устраивать Детские, взрослые У меня получится Так что все будет хорошо Аллилуйя, да? Так что слава Господу Аминь! Аминь, церковь! Итак, продолжаем серию проповедей Послания к семи церквям Я говорил о том, что для нас эти послания должны стать важными Потому что сам Иисус, который образовал церковь Который знает, как она должна быть устроена Который знает, как она должна функционировать Он обращается к церквям И говорит о их недостатках И говорит о их положительных чертах К этому надо прислушаться Вообще, что говорил Иисус в Писании К этому внимательно относитесь Это даже не слова Павла Павел тоже человек Это сам Господь говорил И его слова, они наиболее важные В Священном Писании И здесь Господь обращается к церквям Которые уже какое-то время Функционировали, действовали Что-то они уже, ну, успели наделать Уже успели набедокурить, скажем так А что-то сделали положительно и хорошо И Иисус, как бы, этими посланиями Дает оценку Он оценивает их труд Он говорит, вот здесь вы сделали правильно А вот здесь вот недостаточно хорошо И Он им дает рекомендации Как это исправить И Он говорит В Ефесской церкви мы помним Если не вернешься туда, откуда с ней спал Приду и сдвину твой светильник Через это мы видим Что начальником жизни является Иисус Христос, друзья Он решает, когда забрать жизнь И когда дать жизнь Не врачи, не кто-то другой Не дьявол, не сатана, не кто-то во вселенной Только Иисус может решить Дать жизнь или забрать жизнь Сколько свидетельств мы слышали Когда врачи ставили приговор и говорили Все Сколько свидетельств мы слышали Когда люди даже умирали И констатировали факт Смерть Но когда они встречались с Иисусом Христом Иисус им говорил Вернись назад Я помню, как на конференции Йонг Ичо рассказывал о том Что в возрасте там 10 лет, по-моему, он умер Он умер, отравился Какой-то едой И он говорит Я был на небесах И уже шел за Иисусом И Иисус увидел эту огненную молитву Сказал Вернись Понимаете, 6 часов смерти Это необъяснимо Ни один врач не может объяснить это Как это? Человек умер Уже мозг отмирает Говорит Тело начинает трупными пятнами покрываться Но все в руках Господа, друзья Мы видим Лазаря Который 4 дня был во гробе Смердил уже Любой бы наш сегодня врач сказал Ну это невозможно За 4 дня Ну что вы нам рассказываете Но это написано в Библии Это факт Это истина Истина Может быть не факт А истина Потому что истина выше факта Это истина И сказано Пришел Иисус И сказал Лазарь Выйди вон И он вышел живым Друзья Я говорю Все в руках Господа Все в руках Иисуса Он начальник жизни И никто другой Слава Господу Можно воздать ему хвалу за это И когда мы говорили О Ефесской церкви Мы сказали Мы сделали вывод Что нам надо оставаться В любви к Господу И ко всем святым И мы сказали Что с годами Нам надо умудриться Не утратить эту любовь А наоборот Возрасти в ней Это очень важно И сделать это могут С годами Зрелые люди У которых чувства навыкам приучены Которые понимают Что такое общность Которые понимают Что такое тело Христово Которые привиты К телу Христово И которые работают на то Чтобы это тело было здоровым И росло Знаете Сегодня такое одиночное Христианство распространено Когда люди Они смотрят по интернету Сегодня многие пишут Я в воскресенье иду в церковь А мне хочется ответить А я и есть церковь Я не иду в воскресенье в церковь Я есть церковь Я являюсь всегда Куда бы я ни пошел Даже сплю дома Я есть часть церкви Друзья Я не хожу в церковь Я и есть церковь Как и ты Ты есть церковь Куда бы ты ни пришел Прячешь ты это Или нет Люди все равно узнают Люди все равно увидят Поэтому никогда не прячь Что ты ходишь в церковь Наоборот Веди себя так Как говорит Слово Божье Чтобы люди видели твои дела И прославляли Отца Небесного И говорили Вот это да Вот этот человек В правильную церковь ходит Потому что он поступает Должным образом Аминь Слава Господу А сегодня Мы поговорим с вами О послании Смирской церкви Город Смирно Расположен На берегу Смирнейского залива Игейского моря Он располагается В 65 километров На север От города Ефес Город Смирно Ныне называют Измир Так его называют Турки Он был одним из Древнейших Городов Малой Азии Но после некоторых Ситуаций Которые с ними Произошли Землетрясение Разорение Лидийцами Голод И другие Чрезвычайные обстоятельства Этот город Был разрушен И впоследствии Его только Восстановил Александр Македонский Потому что Александр Македонский Он был поклонником Гомера А как говорят Историки Гомер Вероятнее Родился в этом Городе Смирно Этот город Получил название От масел Которые Или от состава Масел Которые там Делали Это в миру Называют У нас называют Это мира Мира Который состав Используется Для священнослужения В храме В скине Также им Бальзамируют Тела Умерших Все Читают Библию И встречаются С этим составом И вот К этой церкви В этом городе И организована была Церковь Смирская Которой Которой Обращается Иисус Христос Мы читаем Обращение Это в Откровениях Во второй главе В восьмом стихе Открывайте Мы читаем И ангелу Смирской церкви Напиши Так Говорит Первый И последний Который Был мертв И все жив Знаю Твои дела И скорбь и нищету Впрочем Ты богат И злословие От тех Которые говорят О себе Что они иудеи А они не таковы Но сборище Сатанинское Не бойся Ничего Повернись Соседу Скажи Не бойся Ничего Что тебе Надобно Будет претерпевать Вот дьявол Будет ввергать Из среды Вас в темницу Чтобы искусить Вас И будете иметь Скорбь Дней десять Будь верен До смерти И дам тебе Венец жизни Имеющий ухо Слышит Да слышит Что дух Говорит церквям Побеждающий Не потерпит Вреда От второй Смерти Аминь Друзья Мы должны Понимать Что обращение Иисуса Христа Происходит К людям Которые находятся В гонениях Эта церковь Переживает Гонение И в этот момент Иисус Обращается К этой церкви И он говорит Христианам В Смирне О себе Как о первом И о последнем Он начинает С этого Своё послание Я Есть первый И я Есть последний Который Был мертв И который Стал Впоследствии Жив Он говорит Я претерпел Смерть От моих Гонителей Но я Победил Эту смерть И воскрес И он Открывается Таким Смирским Верующим Первый Греческое Слово Протос Прежде всего Прежде всех И последний Исхатас Крайний Доведенный До высшей Степени Величайший Из чего Мы можем Понимать Что все Им Начинается Все Начинается Христом Им Все Образуется Все наши Дела Наша жизнь Она начинается Им Иисус Родоначальник Жизни Иисус Сейчас Может быть Родоначальником Твоих Праведных Дел И должен Стать Родоначальником Твоих Мыслей Твоих Дел Которые Ты делаешь Во славу Господа Потому что Грешные Дела Естественно Мы можем Делать Сами Но Иисус Всегда Становится Инициатором Праведных Дел Дел Которые Соответствуют Плану Божьему И так же Он говорит Что он Последний То есть Не то что Им все Заканчивается А за ним Последнее Слово Он Величайший И если Он не решил То ничего Не закончится Если Он решил То все Прекратится Все под Его Контролем Все Им Контролируется И поэтому Божьи планы Друзья Никто И никогда Не сможет Разрушить И если Ты в Божьем Плане Тебе Нечего Бояться Никто И никогда Не сможет Его Разрушить Потому что Он Тот С которого Все Начинается И которым Все Заканчивается И опять Христос Как и Ефесской Церкви Говорит Им Знаю Дела Твои И знаете Если в первом Случае К Ефесской Церкви Это могло Звучать Как упрек Потому что Мы не только Праведные Дела Делаем Мы иногда Согрешаем Мы иногда Согрешаем Внутри Себя И думаем Никто Не видит Но Иисус Знает Дела Твои Он Сердцевидец Он знает Помышление Он знает Наше сердце От него Ничего Не сокрыто Вы знаете Как для нас Важно Знать Что Иисус С нами Потому что Многие Научены Таким образом Что если В их жизни Что-то Происходит Плохое То наверное Это за что-то Это ты наверное Что-то сделал Помните Как с Иовом Пришли Его друзья И начали Его обличать Говорят Ну ты наверное Что-то там Натворил Поэтому Бог С тобой Так и поступает Но мы знаем В чем был секрет Мы знаем В чем была проблема Не в том Что Иов Согрешил А в то Что Бог Испытывал Его веру Показав Дьяволу Что он Человек Праведный И мы знаем Бога Что он потом В два раза Больше Благословил И знаете Когда мы Проходим Разного рода Испытания Мы всегда думаем За что мне это Почему Бог Так со мной Поступает Наверное Он оставил Меня Наверное Он забыл Меня Наверное Он отвернулся Меня А есть еще Братья и сестры Которые тебе Подскажут Почему с тобой Это происходит Они быстро Определят причину Они найдут Это в писании Они подтвердят Тебе Они скажут Тебе Почему у тебя Это И скажут Даже как Выбраться Из этого Как жена Иова Похули Господа И умри Вот Добрая Тетка Они быстро Найдут Что тебе Сказать Но здесь Они понимают Что Иисус С ними В этой Ситуации В этих Проблемах В этих Страданиях Поэтому я хочу Сегодня сказать Вам Не думайте Друзья Что в проблемах Бог оставил Тебя Он всегда Рядом Он всегда Он никогда Не позволит Проблемам Одолеть тебя Он использует Твои проблемы Чтобы сделать Тебя сильнее Все Верующему Содействует Ко благу Бог использует Эти проблемы Которые есть В твоей жизни И сделает Тебя сильным Через них И дальше Иисус упоминает Что они Нищи Но потом Он сразу Оправдывается И говорит Впрочем Вы Богаты И под богатством Господь Разумеет Их Христианскую Надежду И преданность Ему А также Ожидающую Их награду На небесах Знаете И Иаков В своем послании 2 глава В 5 стихе Однажды Сказал Такие слова Послушайте Братья мои Возлюбленные Не бедных ли мира Избрал Бог Быть богатыми Верую В наследникам Царствия Который Он обещал Любящим Его Друзья Это не значит Что Бог Призывает К себе Только бедных Некоторые Читая эти слова Думают Ну вот Бог только Бедных призывает Богатые Теперь Не будут Призваны Это значит Что в Боге Даже бедные По мирским Пониманиям Вот мы Смотрим На человека У него нет Вообще Ничего За душой Но он В этот момент По представлению Бога Может гораздо Быть богаче Того Кто ездит На самой дорогой Машине И живет В самом высоком Пентхаусе Города Сочи На самом Злачном месте Бог избрал Бедных Чтобы в нем Они были Богатые Бог по другому Смотрит На богатство Он говорит Истинное богатство Мы собираем Себе На небесах Истинное богатство Это щедрое сердце Истинное богатство Это преданность Человека Богу Истинное богатство Это верность Это качества Которые Соответствуют Божьим Стандартам И Посредством Которых Или соответственно Которых Человек Поступает Знаете Многие Сегодня могут Кичиться Своими Материальными Достижениями Но когда ты Посмотришь В их сердце Они нищие Они бедны И наоборот Люди не могут Похвалиться Ничем материальным Но ты смотришь Насколько Богат Этот человек И вот Иисус Смотрит На Смирскую Церковь И видит Их может быть Недостаток То что Они проходят Страдания Они проходят Гонения О так называемых Себя Иудеях Которых Бог Называется Племя Сатанинское Но в этот Момент Бог Смотрит На них И говорит Вы В гонениях Сохраняете Веру Это для меня Самое Большое Богатство Вы знаете Друзья Бог Не впечатляется Огромным Банковским Счетом Золото И серебра Бог Впечатлен Как эти люди Которые В Смирской Церкви Проходят Испытания Трудности Разные Изобилуют Своим Богатством Веры Сохраняя Верность Своему Господу И ожидая Награду Которая Есть На небесах И он Говорит Вы Богаты Любопытно Отметить Что Ни одним Упреком Не Упрекнул Иисус Эту церковь Скорее всего Вот те Обстоятельства Трудные Те испытания Которые Проходили Эти верующие Они каким-то Образом Делали их В глазах Бога Ценными Я не знаю Как это устроено Но я вижу Когда человек Находится в испытаниях Это не значит Что нам надо Сейчас искусственно Создавать себе Проблемы Но я вижу Это Когда человек Находится в испытаниях И в трудностях Он как-то По-особенному Жаждет Бога Он как-то Ищет Бога Потому что Наверное Понимает Что только от него Может прийти помощь И наоборот Когда человек Находится Знаете В таком Расслабленном состоянии Когда у него Все есть У него есть Что покушать Во что деться Это неплохо Друзья У него есть Финансы Которыми он Может решить Все Как-то он Охолодевает К Богу Как-то он Забывает Бога Да Бог как бы Здесь Но он На второй план Уходит Но вот Когда нас Трясти Начинает Мы знаем Куда бежать Мы сразу Начинаем Жаться К Богу Мы начинаем Его искать И вот знаете Наверное Такое состояние Церкви Оно и сделало Верующих В глазах Господа Ценными Он не упрекает Ни в чем Это Это очень ценно Потому что Пять церквей Из семи Бог упрекал В разных вещах А они Были в меньшинстве Их Бог не упрекает Но однако же Он говорит Им Призывает их Быть верными До смерти Иисус говорит Что наградой За верность Будет Венец Жизни Он говорит Все у вас Хорошо Все у вас здорово Но я прошу вас Будьте Верными До смерти Ибо тот Кто останется Верным До смерти Тот не потерпит Смерть вторую Вы знаете Что есть смерть вторая Когда мы вознесемся На небеса Когда пройдет суд Большого Белого престола То кто-то будет Определен На смерть вторую Потому что все Воскреснут в телах Будут даны новые тела Все воскреснут Все придут на суд Бог определит Кому награду А кому-то Смерть вторую И как кто-то Будет брошен С ангелами И приспешниками Дьявольскими Вместе с сатаной В огненное озеро Это и будет Смерть вторая Но вот люди Которые верные Которые сохраняют Верность Господу до конца Они не потерпят Этой смерти второй Они в награду Будут иметь Венец жизни И вечную жизнь И знаете Я хотел бы На примере Одной из героин Библии Проиллюстрировать Что такое верность Вы все Наверное Знаете От такой Женщины Как Руфь Многие слышали О ней Многие читают Женщин эту книгу И вдохновляются Но я советую Мужчинам Почаще Почитать Эту книгу Это такой Пример Верности Друзья Я хотел бы Сегодня Разобрать Этот пример С вами Давайте мы Откроем Прочитаем Гораздо Вернее Значительно Большой Отрывок Библии Это Руфь Первая глава С первого По восемнадцатый Стих Почитаю Кому-то Слово Божье Кто-то на этой неделе Чувствую Не читал Я вам помогу Почитаю Слово Божье В те дни Когда управляли Судьи Случился голод На земле И пошел Один человек Из Вифлеема Иудейского Со своей женой И двумя Сыновьями Своими Жить на полях Моавицких Имя человека Товой Елемилех Имя жены его Наиминь А имена Двух сынов его Махлон Ихилион Они были Ефрофяне Из Вифлеема Иудейского И пришли они На поля Моавицкие И остались там И умер Елемилех Муж Наиминь И осталась Одна С двумя Сыновьями Своими Они взяли себе Жен Из Моавицких Из Моавитянок Имя одной Орфа А имя другой Руфь И жили там Около десяти лет Но потом И оба сына ее Махлон Ихилион Умерли И осталась Та женщина После обоих Своих сыновей И после мужа Своего И встала она Со снохами Своими И пошла Обратно С полей Моавицких Ибо услышала На полях Моавицких Что Бог Посетил народ Свой И дал им хлеб И вышла она Из того места В котором жила И обе снохи Ее с нею Когда они шли По дороге Возвращаясь В землю Иудейскую Наиминь Сказала Двум снохам Своим Пойдите Возвратитесь Каждый В дом Матери своей Да сотворит Господь С вами Милость Как вы Поступали С умершими И со мною Да даст вам Господь Чтобы вы Нашли Пристанище Каждый В доме Своего Мужа И поцеловала Их Но они Подняли Вопль И плакали И сказали Нет Мы с тобой Возвратимся К народу Твоему Наименьше Сказала Возвратитесь Дочери мои Зачем вам Идти со мною Разве еще Есть у меня Сыновья В моем Чреве Которые Были бы вам Мужьями Возвратитесь Дочери мои Пойдите Ибо я уже Стара Чтобы быть Замужем Да если бы я Сказала Есть мне еще Надежда И даже если бы Я сию же ночь Была с мужем И потом родила Сыновей То можно ли вам Ждать Пока они Выросли бы Можно ли вам Медлить И не выходить Замуж Нет Дочери моей Я весьма Сокрушаюсь О вас Ибо рука Господня Постигла меня Они подняли Вопль И опять Стали плакать И Орфа Простилась Со свекровью Своею А Руф Осталась С нею Наимень Сказала Руфе Вот Невестка твоя Возвратилась К народу твоему И к своим богам Возвратись и ты Вслед за невестку Твоею Но Руф Сказала Не принуждай Меня оставить тебя И возвратиться От тебя Но куда ты Пойдешь Туда и я пойду Где ты жить будешь Там и я буду жить Народ твой Будет моим народом И твой Бог Моим Богом И где ты умрешь Там и я умру И погребена буду Пусть то и то Сделает мне Господь И еще больше Сделает Смерть одна Разлучит меня с тобою Наиминь Видя Что она твердо Решилась Идти с нею Перестала Уговаривать Ее И весь народ Скажет Аминь Мы видим Перед нами История Друзья Которая случилась В земле Которую Бог Обещал народу Израильскому Как землю В которой Течет молоко И мед Но здесь Произошел голод Многие Исследователи Библии Говорят, что это Времена Гидеона Вот во времена Гидеона Когда помните Господь послал Голод на землю За то, что Израильский народ Он совратился С пути истинного И стал Прославлять Других богов Отвратился От Бога Яхвы И пришел Огромный голод И вот эта семья В поисках Лучшей жизни Решила уйти На поля Моавицкие Для того, чтобы Не умереть С голода Знаете, я вижу Так бывает в нашей Христианской жизни Когда Заканчивается Урожайность Мы начинаем Передвигаться В какие-то другие места Голод пришел В церкви Голод пришел В бизнесе Голод пришел В семье Мне нужны Другие места Урожайные места И мы начинаем Искать Мы начинаем Переходить из церкви В церковь Мы начинаем Бросать один бизнес Начинать другой бизнес Мы начинаем Оставлять даже семьи Для того, чтобы восполнить свои потребности, для того, чтобы получить благословение, мы начинаем ходить в поисках благословения, искать урожайные поля, на которых бы мы могли пребывать. Но знаете, друзья, мы не саранча, который съедает побеги, который съедает урожай. Мы должны с вами сеять, мы не должны искать плодовитые поля, мы должны искать плодовитую землю, в которой мы можем сеять. Мы помним, так было с Исааком, когда Исаак тоже претерпевал голод со своей семьей, он посмотрел на Египет и сказал, я пойду в Египет, но Господь ему сказал, оставайся, я здесь тебя благословлю. И как только Исаак стал сеять, мы помним, он собрал великий урожай. Знаете, сегодня Бог кому-то имеет слово, Он говорит, оставайся здесь, я тебя благословлю. Если у тебя голод пришел в бизнесе, если голод пришел, может быть, в отношениях в семье, в церкви твоей, все, что тебе нужно сделать, начни сеять. Начни сеять, начни сеять отношения в семье, и ты увидишь, как Бог тебя благословит. Начни сеять себя в твой бизнес, начни вовлекаться, делай больше дел сам, посмотри, проанализируй, ты увидишь, как Бог благословит тебя. Если ты в церкви ничего не получаешь, начни сеять, начни сеять служение, вовлекись в какое-нибудь служение, и начни что-то делать. Друзья, правда заключается в том, что Елемелех вместе со своей семьей пошел в поисках лучшей жизни, но умер. Умер сам, умерли сыновья, лишился всякого плода, лишился потомства, и знаете, что еще? Они пропустили время, когда Бог пришел в Израиль и благословил народ хлебом. Вот что бывает, когда люди бегают в разные места, ища плодовитые поля. Они пропускают благословение Божье и умирают. И мы видим, Наимень, когда услышала о том, что Бог благословил Израиль, она пошла обратно в земли израильские. И с ней пошли две снохи, Орфа и Руфь, которые были женами ее умерших сыновей. И обе, посмотрите, обе выразили желание идти со своей свекровью. Обе. Но в дороге Наимень стала их отговаривать. Она им стала говорить, послушайте, я не могу ничего вам дать. Я ничего не могу дать. От меня пользы нет никакой. Вероятнее всего, вы со мной потерпите убыток. Вероятнее всего, вы со мной ничего не добьетесь. Просто возвратитесь к своему народу, к своим матерям и к своим богам. И знаете, обе подняли крик. Обе стали плакать. И Орфа и Руфь, выказывая свою преданность, но она и даже стала уговаривать их и говорить, друзья, вернее, снохи мои, кроме проблем, вы, наверное, скорее всего, ничего от меня не получите. И тогда Орфа развернулась и ушла к себе на родину. Послушайте, и Орфа, и Руфь намеревались быть верными. И Орфа, она даже сделала какие-то шаги в сторону верности. Она даже так же плакала, как Руфь. Она даже прошла какое-то расстояние вместе с Наиминь. Она была какое-то время, здесь в Библии не сказано, когда Наиминь стала их уговаривать. Но впоследствии она отвернулась и ушла. И мы видим обратно, что говорит ей Руфь. Руфь говорит, перестань меня уговаривать. Там, где будет твой народ, там и я буду. И она говорит впоследствии слова, которые характеризуют верность. Она говорит, где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Только смерть одна сможет разлучить меня с тобою. Вот так должна выглядеть верность. Ни обстоятельства, ни люди, ни что-то другое не могут у нас отобрать истинной верности. Только смерть может разлучить нас с теми, кому мы проявляем верность, друзья. Невозможно быть верным на 50%. Невозможно быть верным на 80%. Невозможно быть верным на 99,9%. Верным можно быть от начала и до конца. Невозможно быть верным короткий промежуток времени. Невозможно быть два месяца верным, а потом чуть-чуть неверным. Это уже неверность. Невозможно быть всю жизнь верным, а в последний день, один день всего лишь быть неверным, и ты уже неверный. Верным можно быть только до смерти. Руфь, невзирая на предстоящие ей трудности, осталась верной своей свекрови. Она пошла с ней до конца. И потом мы видим, что Бог благословляет ее. Это благословление было заключено в словах Ваоза. Посмотрите, вместе со мной. Руфь, 2 главу, 11-12 стих. Я не буду рассказывать всю историю о ней. Вы можете прочитать. Ну, Ваоз говорит такие слова, Руфи. Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое. И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилю, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Бог говорит, Руфь, из-за того, что ты так поступила верно со своей свекровью, с Богом, с народом, который Бог выбрал себе, Бог благословит тебя полной наградой. Полной наградой. Руфь, мавитянка, она из языческих народов. Ее род никогда не входил в избранный народ Израиля. Но знаете, что произошло? Бог благословил ее мужем. Бог благословил ее сыном, которого звали впоследствии Авид. И этот сын стал правнуком Давида. И Руфь, одна из четырех женщин, которая вошла в родословную Иисуса Христа. Бог так ее наградил, что сегодня, когда мы читаем Евангелие от Матвея, мы обязательно в первой главе находим это имя. Бог за верность Руфь увековечил на века ее имя. Она вошла в родословную Мессии. Это великая честь, которую она заслужила тем, что была верна. Я помню историю, не знаю, рассказываю вам или нет, как одна женщина, она пыталась мужа, церковь баптистская, мужа затащить на собрание. И думала, притащу его на собрание, Бог обязательно коснется его. И вот она его уговаривала пойти на собрание, постоянно говоря, у нас братья там так проповедуют. На собрании в баптистской церкви проповедуют, как обычно, три брата. Они там проповедуют по 15-20 минут. Она говорит, братья так проповедуют, так классно, пойдем послушаешь. Но он долго сопротивлялся, тут взял, согласился в воскресенье, пришел в церковь, а жена не знала, что все братья уехали на Братское. И в церкви остались одни сестры, но так как в баптистской церкви сестры не проповедуют, оставили они от деда Матвея. И деду Матвею там за 70 лет, он старый, он проповедь долго не думал, какую готовить, открыл Евангелие от Матвея и прочитал всю первую главу, кто кого родил, кто от кого родил. Она говорит, я бежала домой, без оглядки. Пока он пришел домой, я накрыл ему там обед, там стол, все, служил ему, думаю, когда же он начнет меня ругать. День прошел, тишина, на утро встает, тоже молчит. Думаю, что случилось, почему молчит, и вдруг говорит, он за завтраком говорит такие слова. Это каким же человеком надо быть, чтобы всю твою родню в Библию записали? Представляете, человека вот это зацепило. Это кто же такой Иисус, что всю его родню увековечили на страницах Библии? Представляете, насколько ценна в глазах Господа верность, которую проявила Руфь? Что он, эту женщину, которая была из языческих народов, не просто ввел в свой народ, а сделал ее наследницей ветви Мессии, через которую мы сегодня имеем спасение. Что мы можем вынести для себя из этой истории? Первое. Друзья, мы видим эту историю, я могу сказать, перед Богом все равны. Неважно, из какого ты народа, мужчина ты или женщина, он нелицеприятен, он к языческим народам относится так же, как к своему, если они проявляют качества, которые Бог любит. Мы видим, как он приподнял, как он поднял эту женщину, Руфь. Второе, что мы можем вынести из этой истории, верность должна быть до смерти. Если у тебя нет верности до смерти, это неверность. Я столько раз видел, как люди намеревались быть верными, они хотели быть верными, они даже какое-то время, как Орфа, проходили некое расстояние, но потом они убеждали себя некоторыми аргументами оставить это желание быть верными, и они уходили в другое место, занимались другими делами, потому что для них было важно выгода, а не верность. Знаете, сегодня многие выгодой водятся, а не верности. Если нам не выгодно, мы не бываем верности, мы идем за выгодой. Ты должен быть верным до тех пор, пока не умерла твоя дружба. Если ты в дружбе верный, вот пока она не умерла, твоя дружба, будь верен до конца. Пока не умерла твоя семья, будь верен до конца. Пока не умерла твоя церковь, будь верен до конца. Будь верен всегда. И ты увидишь, как Бог благословит тебя. Верность, она только до смерти. И никак по-другому. Третье. Не надо смотреть, друзья, на обстоятельства, которые происходят сейчас, в данное время. Если мы посмотрим на жизнь Руфь и на ее свекровь, на Еминь, мы увидим, что они очень сложные обстоятельства проходили. Они пошли вроде бы в поисках лучшего. На земли Моавицкие. Но там у нее умирает, у Наиминь умирает муж. Потом умирают два сына. Потом свекровь. Одна ее сноха оставляет, другая идет с ней. Они приходят в израильскую землю, ни о чем не надеясь. Ни на что. Руфь начинает собирать колоски. Когда ты смотришь, не зная концовки этой жизни, на ее обстоятельства, ты думаешь, как Бог может ее благословить. Она даже не из этого народа. Как Бог сможет ее благословить? Но мы видим, что Бог благословляет щедро ее. Друзья, не взирайте на те обстоятельства, которые вы сейчас проходите. Послушайте меня, у Бога есть возможности вас благословить, если вы будете оставаться верными. Он имеет для вас благословение, и Он даст его в свое время. Бог желает вас благословлять, друзья. Бог хочет, чтобы вы ходили в радости. Бог хочет, чтобы вы были в благословении. Но может быть ситуация, которая сейчас есть в вашей жизни, она и готовит путь к благословению, друзья. Она делает так, чтобы Бог... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok